ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Владимир Сергеевич, хотелось бы вернуться к популярным вопросам. Популярным, прежде всего, на Ваших встречах с жителями. Тулики очень часто поднимают тему благоустройства. Мы все видели, как преобразился центральный парк. Куда двигаться дальше, когда эта работа придет во дворы, и что в итоге будет с Баташовским садом? Мы работы по центральному парку не останавливаем, мы их продолжаем и будем и дальше продолжать. Более того, мы сконцентрировали все человеческие и технические ресурсы в одном лице, это тульские парки. Тульские парки у нас сегодня обслуживают несколько объектов. Это центральный парк, Комсомольский парк, Кремлевский сквер и, соответственно, парк Пролетарского района. Баташовский сад, это действительно хотел поблагодарить Туликов и Евгения Васильевича Авилова с Виктором Александровичем Трифоном, которые взялись за него, они с нами решили вступить в конкуренцию. Вот Авилов с Трифоновым говорят, что в Баташовском саду будет людей больше, чем в центральном парке, потому что есть река, то есть очень живописное место, но и территория сада достаточно большая. И у нас рядом Пролетарский район, с одной стороны, с другой стороны Зареченский район, очень много жителей. Ну, в Пролетарском районе почти 160 тысяч человек живет, конечно, им не очень удобно ездить многим в центральный парк. Поэтому здесь она сама по себе идеология интересна. Они вот мне представляли, ну, первое предложение, то есть они хотят замкнуть два парка, да, то есть Баташовский сад и парк, Комсомольский парк для того, чтобы была единая велодорожка большая, чтобы можно было, так сказать, вот действительно такие большие путешествия совершать тем людям, кто, соответственно, кто любит велосипед. Ну и все остальное, то есть это проведение досуга от роликов, велосипеда, воркаута, волейбола, там, баскетбола. Посмотрите, в центральном парке сколько у нас туляков на волейбольных площадках. Огромное количество, огромное. А детей сколько? Ну, там еще, конечно, очень много, что нужно делать. Поэтому эту работу будем продолжать, и несмотря на то, что мы с вами регион небогатый, дефицитный, мы все равно на это будем деньги находить. Будем стараться экономить, но благоустройством будем заниматься. Но мы не остановимся только на Туле. Мы договорились с главами муниципальных образований, чтобы во всех своих муниципальных образованиях, в основных поселках, городах, они тоже на сегодняшний день начинают возвращаться к тому, что нужно приводить территорию в порядок. Ну, вот два примера. Вот мы сделали небольшой соцопрос в Узловой. Что просят люди? Что сразу хотят? Две вещи. Первое. ДК восстановить. Люди вспоминают те голубые огоньки, которые новогодние вечера, которые они встречали там. И второй парке. Три парка и скверы восстановить. Ну, слушайте, ну неужели мы с вами не можем это сделать? Да, конечно, можем это сделать. Просто нужно спокойно спланировать, где-то сделать. И это уже существует. Изменит настроение жителей. Ну и, наверное, второй вопрос, очень важный, который вы затронули, это наше благоустройство наших населённых, ну, прежде всего, крупных населённых пунктов. Это дорожная сеть, тротуарная сеть, и дальше входим во дворы. В Туле молодцы, они активно эту работу ведут. В этом году почти 130 улиц будет отремонтировано, но ещё почти 45 улиц Ленинского района. Да, то есть огромный объём. Начинают заниматься тротуарами очень активно. Кстати, вы заметили, в этом году гораздо более правильный, чем в прошлом году. Да, то есть сегодня жалоб по тротуарам от Тулеков я практически не слышу. Есть небольшие, но практически нет. То есть вопрос о благоустройстве – это то, что люди хотят. Но здесь это работа улицы с движением друг к другу навстречу. Важно, чтобы Тулеки сами не бросали мусор на улицы, убирали за собой и относились к этой территории как к своей. Как вот у себя дома должно быть чисто и аккуратно, так и на улице, и у себя во дворе. Вот если позволите, маленький уточняющий вопрос. Вот последние несколько лет в тех же парках Тулеки же сами захламляли мусором. Вот по-вашему, чисто там, где убирают, или всё же где не ссорят? Чисто там, где не ссорят, но для этого есть власть. Власть сформирована для того, чтобы решать общественные вопросы. И есть общественные зоны. Поэтому не ссорить – это первое и обязательное условие. Но есть и второе условие. Власть должна организовывать дорожки, благоустройство, освещение. Ну, мы же не можем с вами сегодня требовать, чтобы каждый вышел и поставил, допустим, по светильнику. Ну, будет звучать немножко глупо, правда? А это то, чем должна заниматься власть. Но при этом подходите всегда очень внимательно. Вот посмотрите, как активно мы с вами, вот благодаря активной позиции Туликов, вот мы подошли к формированию новой особо охраняемой зоны парка, ну, кто его Рогожинский называет, кто 250-летие Тоза, там по-разному, кто как не называет. Неважно, есть территория в городе, почти 50 гектаров, которая у нас может быть сохранена и может быть использована не только как лёгкие Тулы, но которая может быть использована как место проведения досуга жителей. Поэтому территорию эту тоже мы сформируем. До 1 сентября планируем полностью сформировать, тоже передать в учреждения Тульские парки и на следующий год обсудим проект благоустройства и дальше мы, что называется, пойдём вперёд. Вот другой пример, пожалуйста, Берёзовая роща в Пролетарском парке. Планы были у муниципалитета сделать там лыжероллерную трассу и так далее. Нужна трасса? Нужна, но жители там не захотели и, может быть, в чём-то правильно не захотели, потому что роща небольшая, всего 5 гектаров. А вот тот же Баташовский сад, например, он территорию имеет почти 30 гектаров. Там есть возможность разнести потоки так, чтобы и люди могли отдохнуть, и те, кто занимается спортом профессионально, могли тоже позаниматься. Поэтому есть всегда возможность, и вот это взаимодействие, когда власть слышит людей, а люди формируют активную власть, это очень важно. Владимир Сергеевич, перед областью стоят амбициозные задачи переселить из аварийных домов 16 тысяч человек. 16,5. Уже 16,5. Для этого надо построить 320 тысяч квадратных метров нового жилья. И сейчас активное строительство идёт в Донском, где работает наша воезная студия. Здравствуйте, Руслан. Вы в прямом эфире. С какими вопросами пришли к губернатору люди? Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Мы сейчас находимся на одной из троев в городе Донском. Этот город является одним из лидеров в области по объёму ветхого жилья, но ситуация постепенно меняется. В этом году уже 83 семьи получили ключи от новых квартир, а до конца 2014 года ещё 263 семьи переселят из ветхого аварийного жилья. Для этого здесь по программе реформирования ЖКХ построят 15,5 тысяч квадратных метров жилья, а до 1 сентября 2017 года построят около 40 тысяч квадратных метров. И сейчас рядом со мной стоят те люди, которые переселение ждут уже много лет. Рядом со мной Харина Надежда Николаевна. Надежда Николаевна, ваш вопрос, пожалуйста, к губернатору. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Я житель города Донского, Харина Надежда. Моя семья получает жильё в новостройках. Большое вам спасибо. Но у меня много знакомых, которые тоже ждут этого момента. Мы видим, идём, большая стройка идёт, много строится домов. Но скажите, пожалуйста, в срок ли всё это сдадут? Надежда Николаевна, да, спасибо за вопрос. Да, я хотел действительно рассказать Туликам. 320 тысяч метров, много это или мало? То, что мы должны построить за 4 года. В предыдущие 6 лет, 2006-2012 год, всего было построено 74 тысячи. А мы только в этом году должны сдать 94 тысячи квадратных метров. Вы знаете, я даже шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. Вот Андрей Викторович Стукалов, заместитель председателя правительства Тульской области, который отвечает за реализацию этой программы. Я говорю ему, что, Андрей Викторович, справишься с программой, буду просить президента России, он награждение тебя званием Героя труда. Потому что, действительно, такого объёма по переселению Тульская область не знала никогда. Легко это или... Нет, очень непросто. Почему непросто? Есть нормы закона. Они говорят о том, что мы переселить должны из метра в метр. И, соответственно, стандартное панельное жильё у нас невозможно. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы строим трёх-четырёхэтажные кирпичные дома, те дома, в которых мы обеспечиваем на сегодняшний день все нормы по изоляции, теплоизоляции, шумоизоляции, для того, чтобы все эти дома в дальнейшем, коммунальные услуги, были для жителей подъёмные, невысокие платежи. Итак, тяжело идёт программа, но вот сегодня проводил совещание по этому поводу, пригласил всех строителей, кто выполняет программу, пригласил всех глав администрации. И в режиме видеоконференц-связи мы обсудили этот вопрос. У нас другого пути нет, как говорят, позади Москва, выполнять указ президента будем, 321 тысячу до 1 сентября 2017 года построен. Умирать будем, но строить будем. Давайте, в следующий, наверное, у вас вопрос. Да, Владимир Сергеевич, мы на протяжении нескольких дней продолжаем принимать по СМС вопросы к вам. А из Донского-то ещё, может быть, второй вопрос послушаем. У нас есть? А, Руслан, конечно. Второй вопрос из Донского. Владимир Сергеевич, сюда пришли не только жители аварийных домов, но вот есть Милюкова Ольга Валентиновна. Она на очереди на переселение не стоит, но проблема у неё тоже есть. Ольга Валентиновна, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Меня зовут Милюкова Ольга Валентиновна. У меня дом не аварийный, но и далеко не новый. У меня вопрос пока по ремонту. С осени мы начинаем платить за капитальный ремонт. За капитальный ремонт. Но по какому принципу будет определяться очерёдность? Какие дома попадут в первую очередь? Потому что у людей есть сомнения. Деньги платить будем, а как такового ремонта мы можем не дождаться. Спасибо за вопрос, Ольга Валентиновна. Мы обязательно дождёмся, отремонтируем всё это совершенно точно. Даже не переживайте. Но действительно вопрос, коллеги, не праздный. Тоже, пользуясь возможностью прямой линии, хотел бы Туликам рассказать, что это за программа. Программа стартует 1 октября этого года. Принят соответствующий федеральный закон. В рамках этого закона коллеги из Тульской областной думы приняли наш региональный закон. Мы сформировали фонд капитального ремонта жилья. Сколько платить? 5 рублей за метр квадратный для квартир в многоквартирных домах до 5 этажей. 6 рублей, 6 этажей и выше. Значит, мы планируем, что примерно миллиард 200, где-то около 100 миллионов рублей в месяц мы сможем собирать ежемесячно в фонд капитального ремонта жилья. Хочу сразу сказать, что за счет средств Тульского областного бюджета будет содержаться сам аппарат фонда. Это жители не будут содержать. И соответствующие сборы денег, которые будут платить жители, тоже будут содержаться не за счет жителей, а за счет бюджета. Что предполагается сделать? Первое. У нас 10 700 многоквартирных домов в области. Программа рассчитана до 2041 года. Уже в следующем году мы планируем отремонтировать первые 400 домов. Мы берем прежде всего, начинаем с тех домов, которые в большей степени в этом нуждаются, но имеют износ меньше, чем 70%. То есть те дома, которые не могут быть признаны аварийными, но которые нуждаются в первоочередном ремонте. Сегодня этот список домов составляется, мы очень плотно работаем с муниципальными образованиями. И программа капитального ремонта, она также находится на сайте правительства региона. Я вас очень прошу, ознакомьтесь с этой программой. Перечень работ мы на сегодняшний день тоже готовим, в ближайшее время его утвердим. Но я хочу что еще сказать? Это действительно новая история. Новая ее никогда не было. Для нас она просто во многом спасительна, потому что жилой фонд у нас находится в очень непростом состоянии. Но это наше с вами имущество. Поэтому его нужно содержать, оно стоит денег. И это то, что вы можете подарить, передать по наследству, подарить своим внукам, ну и так далее. Мы не будем устраняться, и мы обязательно будем принимать участие в поддержке инициатив жителей. Одна из инициатив – это народный бюджет. По народному бюджету, если вы видите, что ваш дом не попал в программу капитального ремонта в ближайшие 2-3 года, потому что сегодня мы утверждаем, что программа расписана до 1941 года, но перечень определен на ближайшие 3 года. Соответственно, обращайтесь в программу «Народный бюджет» и через программу «Народный бюджет» добивайтесь ремонта своих домов. Мы будем обязательно помогать. Напомню, что более 50% ресурсов по программе «Народный бюджет» сегодня обеспечиваются правительством Тульской области. Руслан, есть ли у вас еще вопросы? Руслан, есть ли у вас еще вопросы? Да, Владимир Сергеевич, рядом с нами сейчас находится еще и руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Вепринцева Юлия Владимировна. Юлия Владимировна, вам слово. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Общаясь с жителями Тульской области, мы понимаем, что основные вопросы – это связанные вопросы с ЖКХ. Поэтому партия «Единая Россия» активно реализует свой проект «Народный контроль ЖКХ». С учетом того, что у нас границы проекта расширяются, и мы взяли под контроль народный бюджет. За каждым объектом у нас закреплен лидер общественного мнения, либо депутат Тульской областной думы, который вместе с активными жителями активно реализует этот проект и помогает в той или иной степени те вопросы, которые возникают у жителей. Что хочется особо подчеркнуть, что, конечно, большая программа капитального ремонта, как вы сейчас говорили, в ней принимали много членов партии участие на сборах домов, когда они проходили. И поэтому партия «Единая Россия» будет также помогать в реализации этого проекта. Спасибо большое. Я действительно хотел поблагодарить тех активистов «Единой России», которые помогают людям разобраться в этих хитросплетениях, потому что действительно, ну что там, простой человек не всегда может понять, чего хотят даже от него. Понятно, что, как говорят, иногда хотят денег, а что за эти деньги сделают. Поэтому действительно, те люди, которых мы подготовили, те люди, которые помогают жителям разобраться, за это вам большие слова благодарности. Но я хотел бы и сказать, что очень важно, чтобы, когда вы будете принимать окончательные работы по проекту «Народный бюджет», чтобы все эти работы принимались с надлежащим исполнением качества. И мы должны быть очень строги. Ну и, конечно, очень важно, что жители начинают активнее и активнее участвовать в управлении, может быть, небольшими проектами, но теми, которые для них сегодня очень важны, может быть, даже иногда жизненно важны. А я напомню, что на прямой связи был Донской. А мы продолжаем принимать ваши электронные письма, твиты и телефонные звонки. Вот как раз осталось время еще для одного телефонного звонка. Здравствуйте, вы в эфире, представляйтесь. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, меня зовут Игорь. Хотелось бы задать вопрос. Ходят случаи, что Тульская область банкрот. Так ли это на самом деле? Спасибо. Да, ну что, слухов у нас ходит много. Не знаю, кто распространяет. Хочу разочаровать этих распространителей. Нет, Тульская область не только не банкрот, Тульская область очень активно развивается. Хочу сказать, что за последние три года нам с коллегами удалось существенно нарастить доходы собственные, подчеркну коллеги, собственные доходы Тульской области на 50 почти процентов, 47 процентов. Это один из лучших показателей по Российской Федерации. И динамика у нас неплохая. Да, у нас есть долг. Когда я заступал на службу губернатором в 2011 году, то долг составлял 32 процента от собственных доходов налоговых и неналоговых. Сегодня он чуть больше. Он составляет 35 процентов от собственных налоговых и неналоговых доходов. Может ли расти долг? Да, он может расти. Но мы для себя определили, что долг должен составлять не более чем 50 процентов от собственных доходов. Очень важно, чтобы размер выплат по долгу был небольшой. Ну, примерно от 2 до 2,5 процентов расходной части бюджета. Тогда обслуживание этого долга становится безопасным. Вот сегодня были объявлены новые санкции против России. Именно так и назовем. Против России. Это же не против каких-то конкретных, только конкретных организаций. Это в целом против страны, против русских людей. И хочу сказать, что заявления Центрального банка говорят о том, что вот банковская система выдержит. И действительно это так. Очень важно оценивать, потому что это же международная финансовая система. Она влияет в том числе и на наши с вами возможности. Вот я хочу заверить Туликов, что мы очень внимательно относимся к долгу. И вот те параметры, которых я только что сказал, мы нарушать никогда не будем. Более того, по мере улучшения ситуации мы будем стараться уменьшать размер собственного долга. Но я хочу напомнить. Вот только что мы с вами встречались и говорили с Донским. Программа по переселению 321 тысячи квадратных метров, 16,5 тысяч человек. Слушайте, ну не было реально столько. Но эта программа стоит денег. 10 миллиардов стоит программа. 5 миллиардов. Федерация дает денег. 5 миллиардов тулики. Но вот мог ли я отказаться от этой программы? Ну просто не включать. Многие регионы, мы по объему седьмые в стране. А по центральному федеральному округу первые. За нами на втором месте Московская область. У нее 230 тысяч. У нас 100 тысяч меньше. Ну наши коллеги из Калуги, они переселяют 140 тысяч. Владимир 80 тысяч. Даже чуть меньше. 60. Белгород 88 тысяч. Мог ли я заявить меньшее количество? Ну тогда бы нам в нем было меньше нагрузки. Я тогда не должен был бы обеспечивать нахождение этих денег из бюджета для того, чтобы обеспечить нас софинансированием. Наверное, как с точки зрения административной выживаемости, это может быть было бы правильно. Но с точки зрения отношений к тем жителям, которые десятилетиями живут в этих бараках. Слушайте, ну конечно, я не мог бы поступить. Поэтому да, я взял на себя этот груз. Многие говорят, груз неподъемный. Поживел? Увидим. Владимир Сергеевич, к нам продолжают поступать сообщения. Вопросы мы принимаем по электронной почте, по СМС. И вот пишет Наталья. Она спрашивает, вы большую поддержку оказываете многодетным семьям. А что делать матерям-одиночкам? Короткий вопрос, потому что по СМС. Хороший вопрос. Ну, наверное, создавать семьи все-таки. Стараться воспитывать своих мужей и тех, от кого они рожали своих детей. Потому что действительно, ну непростой вопрос. Воспитание, а как? Мужчина – существо слабое, поэтому его нужно беречь. Ну это, конечно, в порядке шутки. У нас есть поддержки матерям-одиночкам, но уверен, что надо посмотреть более внимательно. И вот Наталья Вячеславовна Николаевна здесь попрошу, чтобы вместе с коллегами из Тульской областной думы, потому что депутаты продолжают исполнять свои обязанности, посмотрели, что можем мы сделать в рамках, вот в том числе бюджетных проектировок и планирования бюджета. Потому что для нас, кроме переселения из ветхого аварийного жилья, следующий этап не менее важный – это рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы. Расчетно, подчеркну расчетно, в 2018 году врач в Тульской области должен зарабатывать около 70 тысяч рублей. Большие суммы. Поэтому, конечно, это не просто раздача денег. Это, как говорил президент Путин, прежде всего эффективная работа всей бюджетной сферы. Подчеркну, эффективная работа. А эффективность, она заключается во многом. Это и снижение смертности, это улучшение качества образования в наших школах, это многие-многие вопросы, которые нас волнуют каждый день. Поэтому посмотрим, что мы можем сделать еще дополнительно для матерей-одиночек. Ну, посмотрим. – Владимир Сергеевич, предлагаю вернуться к вопросам из зала. – Да, давайте. Вот, Анатолий Павлович, давайте. Ваш вопрос. Знаю, что уже, я так понимаю, вас немножко убаюкал здесь. Нет? Нормальный, Анатолий Павлович, нет? – Да, нет, нормально. – Антолий Павлович, вы у нас представитель той, что называется, не понаслышке той нашей промышленности, оборонно-промышленного комплекса. И ваше предприятие – одно из большого числа наших тульских предприятий, которое выжило непростые времена. Как сегодня живет предприятие? Что беспокоит вас? – Ну, предприятие живет достаточно, развиваемся, на месте не стоим, обновляем технику. Заботой, конечно, я касаюсь не только своего предприятия, потому что много общаюсь с коллегами. Сейчас не секрет, что по всей России большой дефицит – это кадров. Мы не сможем, наверное, сделать без кадров большой подъем, особенно, конечно, и в оборонке, и в промышленности это очень сильно сказывается. И хотелось бы задать вопрос. Как стоит вопрос с возобновлением технического образования в тех специальных училищах, которые могли бы впоследствии помочь предприятиям воспитать очень опытных и хороших кадров? – Спасибо большое. Антон Павлович, мы договорились, в том числе и с вами, с нашими всеми оборонно-промышленными предприятиями, да вообще предприятиями промышленности, о том, что мы начинаем с этого года выполнять государственный, региональный государственный заказ. Мы договорились о том, что деньги туляков пойдут за тем рабочим местом, которым вы сегодня заинтересованы, в том специалисте, которым вы заинтересованы. Да, мы будем дополнительно готовить еще те профессии, которые нам нужны в обеспечении, ну, в предоставлении услуг, имеется в виду и парикмахерские услуги, и повара, и работники торговли. Это тоже нужно готовить, и мы будем это делать. Но основные деньги пойдут прежде всего на наши промышленные предприятия. Поэтому, соответственно, вы уже заключили с нашим министерством договора. У нас участвует здесь комплексное, это и Министерство труда и социальной защиты, и Министерство образования, и наши промышленные предприятия. Мы будем четко следовать тому заказу, который у вас есть. Но я очень хотел бы просить вас, не ограничивается в горизонте планирование года или трех. Надо смотреть дальше. Надо ставить перед собой амбициозные задачи. Горизонт планирования у нас краткосрочный должен быть, не менее 10 лет, а долгосрочный – не менее 50. Многие говорят, ну, а что там, где ты будешь там через 10 или уж тем более через 50 лет. Коллеги, я, знаете, я хочу сказать, что да, каждый из нас может работать в другом месте. Но посмотрите, что делают наши китайские коллеги. Горизонт планирования 25-100 лет. Понятно, что мало кто доживает сегодня до 100 лет. Но то, что они смогли сделать у себя за последние 25 лет, существенно продвинуло страну. Страна сегодня практически самая крупная. Ну, они сегодня конкурируют с Соединёнными Штатами за первое место по лидерству в ВВП. Но сегодня темпы совершенно другие. То же самое можем делать ими. Нужно начинать с себя. Вот с наших проблем, которые есть у каждого из нас. Вот когда мы будем этот горизонт планирования видеть 10 и более лет, тогда и задачи. Даже при смене руководителей, новый руководитель будет видеть те задачи, которые были сформулированы на предприятии, организации и так далее. И, соответственно, выполнение этих задач позволит решать вопросы последовательно и сохранять преимущественность. Вадим Сергеевич, ну и в продолжении темы. В этом году 75 лет исполнилось столом аж-заводу. И отпраздновали они это событие масштабно, открытием гальванического цеха. И сейчас напрямую связь со студией готовы выйти работники этого предприятия, чтобы задать вам свой вопрос. Да, с удовольствием. Здравствуйте, Екатерина. Действительно, он отмечает свой 75-летний юбилей. Рядом со мной его бессменный, уже 12 лет руководитель Евгений Анатольевич Дронов. Я немножко напомню просто, что в 75-летию на Тула-Маш-заводе было открыто новое производство, уникальное, не имеющее аналогов в России. Это новый гальванический цех. А в ближайшей перспективе завод планирует приступить к реализации не менее амбициозной задачи по созданию в Тульской области так называемого станкостроительного кластера. И еще раз напомню, что символично, что все это в юбилейный для предприятия год в 2014-м Тула-Маш-заводу 75. Екатерина, ну, наверное, задавайте тогда вопрос. Коллеги. Видимо, у нас небольшие технические палатки. Я знаю, что вопрос подготовили, есть вопрос у молодого специалиста, это Артем Астахов. Он работает в учебном центре. Итак, Артем, Ваш вопрос. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Хотелось бы задать Вам вопрос. В последнее время все чаще становится вопрос о возрождении станкостроительной отрасли на базе Тульского машиностроения. Предпринимаются ли какие-либо сейчас шаги в этом направлении? Спасибо. Спасибо большое, Артем, за вопрос. Я сегодня перед прямой линией, у меня была возможность приехать к Евгению Анатольевичу Дронову. И, во-первых, поздравить его с юбилеем. 75 лет – это действительно огромный такой юбилей, отличный. И действительно коллектив завода встретил его не просто, как говорят, за столом, но трудовыми успехами. Я посмотрел гальваническое производство. Действительно, знаете, коллеги, не стыдно привести и первые лица государства для того, чтобы показать то, что сделал Евгений Анатольевич вместе с коллективом. И мы идем и дальше. Уже сегодня начали развивать станкостроение. И Туламаш-завод – наша основная площадка для привлечения инвестиций в развитие станкостроения. Основная, но не единственная. Екатерина, ваш второй вопрос. Есть задержка просто по времени. Да, вопросов на самом деле много. И вот вопрос, я вижу, хочет еще. Молодежь ввется в бой. Правильно. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Меня зовут Максим Рахимов, наладчик программных станков учебного центра Туламаш-завода. Хотелось бы спросить о том, что молодые специалисты нуждаются в поддержке, и хотелось бы узнать, как будет это происходить и какие действия вы на это направляете. Потому что на данный момент нам хочется, чтобы молодые специалисты шли на завод, получали какие-то помощи от начальства. Спасибо, Максим. На самом деле, не праздный вопрос, потому что проблема кадров практически есть для всех отраслей, в том числе и, конечно, для наших оборонных предприятий. И мы специально вошли в программу «Жилье для российской семьи». Это та программа, которая подразумевает строительство и продажу нового жилья, включая муниципальную отделку, включая то есть жилье, в которое ты заехал, пожалуйста, и сразу можешь жить. Это жилье по цене 30 тысяч рублей за квадратный метр. Уже первые соглашения наши госкорпорации планируют подписать с нашим КБП. Им нужно 20 тысяч квадратных метров жилья для того, чтобы они могли привозить и размещать своих новых молодых сотрудников. Соответственно, уверен, что и Туламашзавод у нас не будет стоять в стороне и тоже соответствующую программу обеспечит. Но если у предприятия не хватает своих финансовых возможностей, здесь помогает наш областной ипотечный центр. И для этой категории сотрудников, для этой категории специалистов у нас есть льготные программы. Необходимо просто в этот центр обратиться и, соответственно, мы с удовольствием окажем эту помощь. Екатерина, мы видим, что рядом с вами появился наконец-то в кадре руководитель предприятия. Наверное, дадим ему слово, правильно? Да, конечно. Добрый день, Вадим Сергеевич, еще раз. Спасибо вас за поздравления с юбилеем завода. Спасибо за ту оценку, которую вы даете в работе коллективу завода. От коллектива завода, по поручению коллектива завода, я хочу поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказываете промышленности, в первую очередь оборонной промышленности. Это помощь и материальная, и моральная, и инвестиционная. Ну, а так как весь коллектив завода, это прежде всего тулики, коллектив завода попросил вам передать благодарность за ту работу, которую ведете вы и ваша команда по благоустройству города, его исторических мест, водоемов и парков. Я думаю, вместе мы сделаем свой город и свои заводы краше и лучше. Спасибо большое. Да, я сегодня, когда был у Евгения Анатольевича в гостях, он меня встретил, говорит, мы посмотрели, дороги в туле ремонтируются, и мы, говорит, у себя тоже сделали ремонт дорог на территории завода. Поэтому действительно такая. Ну, вот, видите, небольшой пример, но вы поверьте мне, что совершенно другой вид. И, конечно, я еще раз хотел поблагодарить Евгению Анатольевича, потому что он небольшими, подчеркну, небольшими финансовыми средствами действительно создал уникальное предприятие по гальваническое производство. И, ну, я не знаю, у кого будет возможность посмотреть обязательно, кто дружит с Евгением Анатольевичем, обязательно попросите его. Но хотел еще одну сказать слова благодарности за взаимодействие, которое есть между правительством области и региональным общероссийским народным фронтом, потому что они молодцы, дремать нам не дают. Подсказывают, на что нужно обратить внимание. Еще раз поздравляем Анатольский машин завод с юбилеем, но я предлагаю переключиться на зал. Вопрос из зала. Екатерина Александровна Толстой хотел предоставить слово, потому что Екатерина Александровна у нас руководитель нашей «Жемчужины», «Ясные поляны», и действительно, мне кажется, это то, что, ну, не знаю, является гордостью туляков. И это наш бренд, но и это точка притяжения. Екатерина Александровна, пожалуйста. Спасибо, Владимир Сергеевич. Прежде всего, я хочу поблагодарить за доброе и внимательное отношение к «Ясным поляне» и к музеям нашей области. Немногие из регионов России могут похвастаться таким количеством исторических брендов, музеев. Причем музеи наши – это музеи, которые имеют международную и мировую известность. Несколько лет назад рассматривался вопрос о разработке комплексного туристического маршрута посещения Тульской области. Тогда мы как-то условно его всем назвали «Тульский феномен». Скажите, пожалуйста, Владимир Сергеевич, что в ближайшее время планируется для реализации этой комплексной туристической программы? Да, Екатерина Александровна, спасибо большое. Я, конечно, напомню о тех проектах, которые мы реализуем, и «Год культуры». Мы много действительно сегодня говорим о культуре, потому что сегодня «Год культуры». А следующий год будет «Годом литературы», и для нас это фактически два таких важных года с точки зрения поддержки и развития культуры. Потому что «Год культуры» нам позволяет дополнительно посмотреть на все наши проблемы, проблемные места, и мы, в общем-то, в целом работаем неплохо у нас, и наш краеведческий музей открылся, он очень неплохой. Я всегда рассуждаю как обыватель, как посетитель, мне нравится. Хотя многие специалисты говорят, что можно было бы лучше сделать. Но постараемся сделать лучше в бывших зданиях подстанций в Кремле, и там, я думаю, что там наверняка будет гораздо лучше. И уверен, мы постараемся Туляков удивить и показать то, что есть в собственности жителей области, в наших запасниках, в наших музеях, и то, что, к сожалению, из-за отсутствия просто площадей вы не видели. Что мы делаем в этом году? Я не могу не вспомнить юбилей Сергия Радонежского, 700-летия, со дня рождения преподобного. Завтра будет патриарша богослужения в Сергиевом посаде, куда я тоже обязательно прибуду. И мы активно принимаем участие в этом. Мы восстанавливаем Никольский собор в Епифане. Мы восстанавливаем наши храмы Сергия Радонежского в Плавске и в Архангельском. В городе Туле сегодня разбивается сквер около храма Сергия Радонежского. Мы начали по этой программе, в следующем году закончим строительство нового музея Куликового поля в рамках этой же программы. В следующем году 635 лет со дня битвы, и, соответственно, мы тоже должны завершить эту работу. И, конечно, я хочу сказать всем туликам, пригласить их всех на патриаршее богослужение, которое будет 21 сентября этого года на Куликовом поле. И это богослужение будет посвящено 700-летию Сергия Радонежского. Это та поддержка, которая работает со стороны Федерации. Что мы делаем? Мы со своей стороны развиваем дорожную сеть к нашим историческим объектам. Мы восстанавливаем наши населенные пункты. И вот если посмотреть, я думаю, что к сентябрю, к 21 сентября Епифань во многом можно будет не узнать. Она действительно преображается с восстановлением Никольского храма. Поэтому, Екатерина Александровна, я думаю, что у нас очень плотное взаимодействие. И подсказывайте. Ну и мы действительно будем использовать вашего супруга Тулика. Он советник президента России Владимира Путина по вопросам культуры. И, конечно, мы здесь, что называется, хотели бы не только не ударить лицом грязь, но и быть по всем направлениям одними из спин. Поэтому только вперед. Еще вот Тамара Александровна Головина, она почетный гражданин Тульской области. Я не могу, как она говорит, герои вне очереди, поэтому не могу не предоставить ей слова. Пожалуйста, Тамара Александровна. Владимир Сергеевич, в последнее время в СМИ говорится о домашнем аресте бывшего главы администрации Узловского района и о претензиях к экс-главе города Тулы. Вы можете как-то это прокомментировать? Тамара Александровна, ну что можно от вас ожидать? Журналистского вопроса, что можно спросить журналист? Да, журналистский вопрос. Тамара Александровна, ну давайте, наверное, по порядку. Три года назад, когда я заступил на службу губернатора Тульской области, я сразу сказал, что депутатам Тульской городской думы нужно определиться. Либо они депутаты и отстаивают интересы жителей, либо они директора муниципальных и муниитарных предприятий. Я всегда говорил, что подобное совмещение позиций потенциально ведет к конфликту интересов. Насколько этот интерес у кого-то возник, здесь должны определить органы следствия. Уверен, наши правоохранительные органы, они профессиональны, и они смогут определить степень вины одного и второго, если такова степень не есть. Но хотел бы напомнить, что любой гражданин считается невиновным до вступившего в законную силу приговора суда. Поэтому здесь могу вернуться опять же к Общероссийскому народному фронту. Что касается истории с узловой, то Александр Бричалов, один из сопредседателей Общероссийского народного фронта, вы знаете, он ко мне обратился в мае месяце с письмом, где указал на некоторые сюрпризы, как тогда показалось. По итогам этого письма мной было дано поручение нашему контрольному комитету, контрольной счетной палате Тульской области. Они провели свою оценку деятельности, хотя это и муниципальный уровень власти, он напрямую неподчиненно, вы знаете, муниципальная власть самостоятельно в своих действиях. Соответствующие документы были направлены в органы правопорядка для принятия процессуального решения. Вот по одному из случаев, в случае узловой, процессуальное решение принято. Поэтому дальше будем, что называется, смотреть, как будет ситуация развиваться. Но еще раз хочу, коллеги, подчеркнуть, особенно те, кто работает в органах государственной власти региона, те, кто работает в муниципальных органах власти. Коллеги, за последние три года мы обеспечили высокий уровень дохода. Средняя заработная плата с 1 января 2014 года главы муниципального образования районного уровня составляет около 100 тысяч рублей районного. Сельского поселения больше 40 тысяч рублей. Уровень заработной платы сотрудников правительства региона составляет средняя зарплата 49 тысяч рублей. Уровень, который вам обеспечивают тулики, потому что именно тулики вам платят заработную плату из своих налогов, достаточно высок. Он почти в два раза выше, чем средняя заработная плата по экономике региона. Поэтому надо эти деньги отрабатывать. Работа непростая. Но вы пришли на эту работу, значит, старайтесь принимать те правила, которые есть. А тулики с вас обязательно спросят. Ну и еще раз спасибо журналистам и Общероссийскому народному фронту за ту активную позицию, которую они занимают. Мы всегда будем поддерживать те начинания, которые реализует Общероссийский народный фронт. Нам продолжает поступать очень много звонков в наш колл-центр. Предлагаю заслушать один из звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь. Меня зовут Евгения Славьева, я жительница Залковского района. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете сами свою работу и работу своей команды? Мне кажется, наверное, оценивать работу всех органов власти должны жители. Ближайшая оценка состоится 14 сентября 2014 года, когда состоятся выборы в Тульскую областную думу, в Тульскую городскую думу и еще выборы в некоторые муниципальные образования. Это Щекинский район, Олексинский район, Ефремовский и другие муниципальные образования. Я думаю, что Тулики дадут справедливую оценку той деятельности, которую осуществляют все органы государственной власти и местного самоуправления. Сегодня они сформированы партией «Единая Россия». Поэтому партия «Единая Россия» вместе с нами не только формирует органы государственной власти и управления, но и формирует те программы, которые местная и региональная власть обязана выполнять. Поэтому мы полностью понимаем ту ответственность, которая на нас лежит, и та ответственность, которую нам доверили жители Тульской области. — Владимир Сергеевич, сейчас активно застраивают Юг Тулы. Это новая Тула, микрорайон «Зеленстрой-2». Если о сроках сдачи этих домов понятно, то первые дома сдадут уже в конце этого года, то по объездным дорогам пока никакой конкретики. Но ведь по факту, когда их всех введут в эксплуатацию, Юг Тулы встанет. По той причине, что сейчас 9 мая район «Зеленстрой» в принципе каждое утро стоит, каждый день стоит и вечерами тоже. — Не встанет, потому что вместе с развитием новых микрорайонов города мы в том числе будем развивать и дорожно-транспортную сеть города. Здесь вот у нас в студии тоже находится руководитель нашей государственной корпорации, которая развивает вот это направление, и благодаря которой мы смогли дать жизнь этому проекту. Одно из направлений — это строительство дороги, дороги, которые будут связывать Адоевское и Калужское шоссе, и в том числе вопрос строительства второго моста от проспекта Ленина, соответственно, уже в новые микрорайоны. Это работа, которая ведется. В ближайшее время они смогут ее, что называется, упаковать и представить тулякам на утверждение. Значит, у нас основной ввод жилья по проекту «Новая Тула» — это 2016 год. Там сразу появится за один год 150 тысяч. Следующий год у нас немного, около 40 тысяч, а вот в 2016 — 150 тысяч. Мы будем в 2016 году, мы транспортную проблему должны решить полностью. Владимир Сергеевич, в этом году стало известно подписание соглашения с китайским Great Wall о строительстве завода в Узовском технопарке. Ну, пока это только на бумаге. Сбудется ли и пересядем ли мы и вы на автомобиле этой марки? И подтянется ли кто-нибудь еще из крупных инвесторов? В конце августа у нас будет заложен первый камень по строительству автозавода. Настрой наших китайских коллег серьезный. Мы тоже прикладываем все усилия для того, чтобы в 2017 году первый автомобиль сошел с конвейера. Поэтому жизнь, она всегда вносит свои коррективы. Но здесь бояться не нужно. Есть те планы, которые мы запланировали. Эти планы нужно стараться реализовывать. Поэтому я говорил о горизонте планирования. Нельзя мыслить категории сегодняшнего дня. Мы должны ставить перед собой более амбициозные, более сложные и более долгосрочные задачи. Тогда и реализовывать это будет проще. Но под все под это, конечно, должен быть четкий расчет и финансовое обеспечение. Ну а мы предлагаем заслушать звонок, который поступает в наш колл-центр. И у нас на связь выходит Сергей Зверев. Сергей, мы передаем вам слово. Да, коллеги, звонков действительно много. И, наверное, это последнее наше сегодняшнее включение из колл-центра, где принимаются звонки по телефону, смс и электронной почте. И, Владимир Сергеевич, я хотел бы зачитать вопрос, который, ну, в некотором смысле продолжает тему инвестиций. Вот что спрашивают Олег Сергеевич из Тулы. В одном из интервью вы говорили, чтобы тулики не уезжали в столицу на заработки, они должны получить тут достойную заработную плату и комфортную, качественную жизнь. Какой, по-вашему, должна быть эта достойная заработная плата, и каковы основные критерии, признаки вот той самой достойной жизни, о которой вы говорили? Спасибо за вопрос. Хотел сказать, что средняя заработная плата или достойная заработная плата, которую я считаю необходима, она чётко обозначена на наших планах. Я сказал, что заработная плата врача в 2018 году должна быть около 70 тысяч рублей, учителя больше 50 тысяч рублей, работника оборонно-промышленного комплекса не менее 50 тысяч рублей, а средняя заработная плата по Тульской области должна превысить 35 тысяч рублей. Это вот те ориентиры, на которые мы должны выходить. Поэтому это та заработная плата, то жалование, которое должен получать квалифицированный специалист за свой труд. Но я подчеркну, главное слово труд, не численность на рабочем месте, а труд, то, что ты создал. Тот, кто созидает, тот и должен получать высокие доходы. Если не созидаешь, извини, это не к нам. Владимир Сергеевич, по последним вопросам общественного мнения, сейчас в стране каждый четвёртый житель занимается спортом. Но среди взрослого населения, а это категория 30-59 лет, менее 10% так или иначе увеличены физической культуры. Ну вот пенсионеры же звонят по поводу абонементов в бассейн, спрашивают, поэтому мне кажется... Но, видимо, они не входят в 30-59, а может быть постарше. В Тульской области уже все выучили аббревиатуру ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс. И мы готовы к прямому включению, но, правда, не из ФОКа, а из бассейна, который располагается в Липках. Объясним, почему оттуда, потому что этот бассейн не работал 20 лет. Здравствуй, Алексей. Вы в прямом эфире, и мы передаём вам слово. Добрый день, Владимир Сергеевич. Добрый день, коллеги. За полгода работы этого бассейна его успели посетить порядка 7 тысяч жителей города Липки и соседних населённых пунктов. В среднем за месяц он принимает полторы тысячи любителей водных видов спорта. Этот бассейн стал одним из первых спортивных объектов, которые восстановили в этом году в регионе. Также в этом году планируется восстановить ещё три в областном центре, а также начать строительство нового бассейна в Советске. Это позволит нам не только увеличить количество будущих чемпионов, но и приобщить как можно больше туляков к занятию спортом и к спортивному образу жизни. Рядом со мной сейчас стоит одна из жительниц города Липки. У неё есть вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Я Кутея Валентиновна, город Липки, плавательный бассейн. Добрый день, Владимир Сергеевич. Мы, горожане, благодарим вас за оказанную помощь в ремонте плавательного бассейна. Он в этом году открылся. Несмотря на жаркое лето, и люди могут сходить искупаться в реку, у нас недалеко река Упая, люди приходят к нам с семьями, и взрослые, и дети. У нас работает секция по плаванию, фитнес, работает кабинет с всевозможными массажами. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, а в ближайшее время в Киреевском районе будут открыты какие-нибудь спортивные сооружения, где могут люди заняться спортом? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, мы о ФОКах уже все выучили, уже поговорили сегодня. В Киреевске мы планируем строительство ещё одного спортивного сооружения. Вот мы смотрим, всё-таки это будет, наверное, или лёд, или бассейн. Посмотрим по вопросам эксплуатации и по нужде, что всё-таки нужнее. И планируем в следующем году такую работу уже начать. Алексей, есть ещё вопросы к губернатору? Плавает. Плавает. Да, действительно, есть ещё вопросы. Вместе с нами сегодня находится здесь в Липках и прославленная тульская велогонщица, олимпийская чемпионка Ольга Анатольевна Слюсарева. К тому же Ольга Анатольевна ещё и шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Ольга Анатольевна, знаю, что у вас есть тоже вопрос. Да, добрый день, Владимир Сергеевич. Меня, как и многих родителей, волнуют, конечно же, вопросы спорта, тем более, что касается спорта детей. В нашем регионе сейчас строится большое количество спортивных объектов, детских площадок, мини-стадионов. В Туле в скором времени построится ледовый дворец. Конечно же, меня, как и многих пап, мам, и меня, как многодетную маму, маму трёх сыновей, интересует такой вопрос. С появлением, с открытием ледового дворца будет ли у нас профессиональная команда хоккейная? Спасибо. Да, Ольга Анатольевна, нам, к сожалению, не удалось поработать вместе, потому что вы ушли рожать третьего мальчика, да, но уверен, что, я знаю, что «Единая Россия» выдвигает вас к кандидатам в депутату, уверен, что вас тулики любят, знают, верят вам, вас изберут. Давайте вместе поработаем в этом направлении уже с вами в новом качестве. Я очень надеюсь, что тулики вас поддержат. Нам нужно сначала закрепиться на футболе, а дальше построим ледовый дворец. Конечно, будем думать и о создании областной спортивной команды по хоккею. Тем более, что председатель Федерации хоккея России Третьяк избирался от Тульской области. Алексей, мы снова передаем вам слово. Задавайте ещё вопросы. Владимир Сергеевич, ещё несколько лет назад мы могли только мечтать о том, что в области появится профессиональный футбольный клуб. Но с приходом в Тулу Дмитрия Оленичева и его тренерского штаба всё изменилось. Ровно два сезона потребовалось Арсенала, чтобы шагнуть из второго дивизиона в высший свет российского футбола. До старта первого в истории клуба сезона премьер-лиги остаётся чуть больше двух недель. 2 августа мы принимаем у себя «Зенит». И вот рядом со мной сейчас стоит один из ярых болельщиков Тульского Арсенала. И у него есть свой вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Я учитель физкультуры МКО «Липковская» СОЖ номер 2 Бочаров Юрий Михайлович. Спасибо Дмитрию Оленичеву, спасибо Арсеналу, спасибо вам. Тула вновь стала футбольным городом. Но готовы ли мы принять первый матч такого высокого ранга? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Но отступать нам некогда. Я вчера был на стадионе, мы ещё раз собрались со всеми, провели небольшое такое совещание. Готовы. Готовы. И будем не только принимать, будем болеть за нашу команду, будем переживать, будем побеждать, будем думать о том, чтобы строить новый современный стадион, футбольный стадион. И я уверен, что возможности, которые есть у Дмитрия Оленичева, те возможности, которые он получает благодаря Туликам, потому что мы все поддерживаем, все надеемся, верим в него, эти возможности большие. О чём мы договорились? Мы договорились, что мы делаем российскую команду. Мы не привлекаем иностранцев для игры в нашей команде. Мы видим, как сыграла наша команда, сборная России на чемпионате мира. И мне кажется, одна основная проблема заключается в том, что наши молодые талантливые спортсмены, они не успевают сыгрываться. Потому что, играя в гранд-клубах премьер-лиги, они часто находятся на скамейке запасных. И идея, которая у нас есть с Оленичевым, это сделать «Арсенал» как базовую команду для потенциальной будущей сборной. Посмотрим, мы очень стремимся в этом, для того, чтобы «Арсенал» действительно был российской командой и командой, где молодые могут реализовываться. В дополнение к этому, хочу сказать, что мы приняли решение, и уже с 1 сентября этого года у нас начнёт работать спортивная академия «Арсенал» в Обидима. Это раньше был Ленинский район, сейчас это город-герой Тула. В Обидима, где могут ребятишки, начиная в этом году с 5 класса, профессионально не только учиться, но ещё профессионально готовиться и играть в футбол. Поэтому это наш подарок любителям футбола, это наш подарок туликам, чтобы они могли своих детишек приводить. Мы постараемся сделать из них будущее футбольная Россия. Ну а мы поблагодарим Липки за включение. И все вместе болеем за «Арсенал». Болеем. Я предлагаю послушать ещё один телефонный звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представляйтесь. Добрый вечер, меня зовут Лапшо Виктор, я из Каменского района. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Мой вопрос будет и в сфере IT, или как в сфере IT. Вы знаете, интернет настолько распространён в наше время, да, вот среди молодёжи, да и уже среди пожилого населения. Вот, это очень удобно по работе, общаться с друзьями, которые находятся за границей или на дальних состояниях. Вот, но вот у нас в Каменском районе дела с интернет-покрытием и с интернетом стоят, ну, довольно-таки неплохо. А вот друзья, коллеги, с которыми я общаюсь, в Куркинском районе, в Суворовском, ну, очень плохо. Вот, вы подскажите, пожалуйста, будет ли как-то, ну, сделано, что ли, обеспечить ли каждого жителя с доступным интернетом? Да, спасибо. Да, хорошо, когда, если начинают вопросы интернета волновать, значит, другие вопросы уже либо решены, либо находятся в стадии решения. Но я хочу сказать, что я вот был вчера в Аллоу, мы открывали многофункциональный центр, и уже центр у нас обеспечен широкополосным доступом интернета. До нашей программы, которую мы реализуем вместе с Ростелекомом, мы планируем до конца следующего года обеспечить все наши учреждения Тульской области, это региональные и местные учреждения, школы, больницы, детские сады, многофункциональный центр, администрация, обеспечить доступом в широкополосный интернет. Соответственно, дальше уже мы, жители, начали информировать об этом, жители могут обращаться в Ростелеком для того, чтобы подключаться к этому доступу, потому что сети, которые мы кладем, они обеспечивают на всю Тульскую область с коэффициентом почти полтора. То есть мы рассчитываем, что жителей Тульской области со временем начнет становиться больше. К нам продолжают поступать вопросы по электронной почте, не успеваем все просматривать. Но вот один, он очень часто повторяется, но вот зачитаю от Светланы Сергеевой. Это коллективное письмо от жителей поселка Рассвет, Молодежный Октябрьский, это бывший Ленинский район. Они у вас просят разобраться, потому что они остались без горячего водоснабжения по причине того, что управляющая компания не перечислила деньги поставщикам горячего водоснабжения. Они тут приводят пример. В прошлом году подобная ситуация была в поселке Ревякино из Нагорского района, и разрешилась она только после вашего вмешательства. Соответственно, люди просят вашей помощи. Вы знаете, хочется отойти от вмешательства персонального до какого-то все-таки нормальной системной работы, и мы вместе с Николаем Юрьевичем Воробьевым эту работу ведем. Есть проблема нерадивых управляющих компаний и нерадивых компаний, которые поставляют тепло и горячую воду в наши дома, которые просто кинули «Газпром», ну по-другому, или пытаются это сделать. Наверное, кинули мы, не позволим это сделать, но они пытаются это сделать. У нас это и узловая, и венёв, к сожалению. Но мы эти вопросы пока решаем в ручном режиме, но с 1 октября мы полностью перейдём на единую квитанцию. И уже к концу этого года мы планируем полностью перейти на стопроцентную оплату услуг за поставленное электричество и газ в соответствии с платежами населения. То есть убрать вот это звено посредников, чтобы наши энерго-газоснабжающие компании нормально получали оплату за свои поставленные ресурсы. Но хочу сказать, что за месяц мы смогли уменьшить долг перед «Газпромом» с 1,8 млрд до 980 млрд. И задача стоит в том, чтобы до 1 августа его свести до того же уровня, как он был на 1 августа 2013 года. И, как я уже сказал, с 1 октября будет вся область перейдёт на единую платёжку. Дальше будем расщеплять. Это будет делать наше юридическое лицо, созданное правительством Тульской области. Соответственно, будем расщеплять деньги и контролировать все платежи. Ну а мы попробуем снова выйти на прямую связь с нашей выездной студией, которая работает в Туле на площади Ленина. Сейчас спросим у режиссёра, получится ли у нас. А что у нас со временем? Евгения, здравствуй. Мы снова передаём вам слово. Единственное, у нас сжатые сроки, поэтому просим ограничиться всё-таки одним вопросом. Да, хорошо, я поняла, коллеги. Но это действительно наша самая жаркая студия остаётся таковой. Мы здесь уже чуть-чуть подзагорели. Но она уникальна тем, что здесь реально вот сколько людей идёт, те останавливаются и смотрят всё то, что происходит сейчас на экране. Это действительно очень удобно. Люди, многие это отвечают. Ну а раз всё-таки один вопрос, то тогда так скажу. Во время первого включения у нас на передовой были женщины, сейчас вот так активно мужчины. Один из них, Андрей Макеев, он автомобилист, поэтому вопрос связан вот именно с автомобилями и с благоустройством города в этом смысле. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Сергеевич. Макеев Андрей, житель города Тула. Из-за нехватки парковочных мест водители паркуются в нарушении правил дорожного движения. Городские власти только обещают показать разработанный план парковок. Скажите, когда будет решён вопрос с парковками в нашем городе? Спасибо. Ну что, придётся как-то, раз они только обещают, придётся власти городские немножко поднапрячь, чтобы они уже от обещания к делу переходили. Но хочу сказать, что задача непростая. Авилов занимается этой задачей. Очень важно к ней подойти всё-таки комплексно, чтобы не совершать ошибок, которые были совершены раньше. И, наверное, вы знаете о том, что мы сегодня запрещаем строительство жилья и коммерческой недвижимости, которые не обеспечены парковочными местами. Более того, хочу сказать, что мы договорились, что до избрания нового состава Тульской городской думы мы ввели мораторий на выдачу разрешения на строительство для того, чтобы уже новый состав Тульской городской думы определил новые красные линии, определил изменения в град-план для того, чтобы мы перешли комплексной реконструкцией поквартально в городе. И именно это позволит нам решить вопрос транспортной доступности и транспортного движения. Количество автомобилей в Туле растёт каждый год почти на 10%. Сегодня более 600 тысяч автомобилей. И, конечно же, без решения вопроса обеспечения общественного транспорта и парковки для индивидуальных машин, конечно, мы этот вопрос так вот не решим. Занимаемся. Ну, Авилова ещё раз попрошу, чтобы он занимался более активно этим вопросом. Евгения, мы благодарим вас за работу. Владимир Сергеевич, мы с вами общаемся уже больше двух часов. Понятно, что времени остаётся мало, но вопросы, понимаете, они идут и идут. Вы передавайте, Лена. Я их все рассмотрю обязательно. Здесь есть очень добрый вопрос. Он не связан ни с тем ЖКХ, ни с тем и дорог. Хороший такой вопрос. А какая у вас мечта? Мечта? Я, знаете, заканчивая, может быть, нашу передачу, нашу встречу, я хотел пожелать, во-первых, всем тулякам здоровья. Почему я говорю именно здоровье? Потому что это тоже часть моей мечты. Я очень хочу, чтобы демографический крест, который был в Туле, который начался в 80-м году, когда количество умерших превысило количество рождённых, мы, к сожалению, пока находимся в этом состоянии. Вот моя мечта – это чтобы демографический крест развернулся в обратную сторону, чтобы количество туляков было больше, чем тех туляков, которые уходят от нас. Ну, это, может быть, звучать несколько, как сказать, наигранно, но на самом деле, поверьте мне, это действительно то, о чём я думаю, и то, что меня очень сильно беспокоит. Почему? Потому что, наверное, эффективность власти и эффективность работы команды, команда, она складывается от того, как больше или меньше стало тех жителей, на которых ты работаешь. Поэтому я очень хочу, чтобы жителей стало как можно больше, и тогда это будет как раз та оценка моей деятельности и оценка деятельности той команды, с которой я работаю, и тех начинаний, которые вы делаете. Вопросов действительно поступило больше, чем мы, гораздо больше, чем мы смогли задать за это короткое эфирное время. Но я обещаю вам и, конечно же, тулякам, что каждый из них дойдёт до своего адресата, до губернатора Тульской области Владимира Груздева. Ну вот небольшая статистика, да, что с начала работы колл-центра поступило более тысячи звонков. Прямо сейчас во время прямой линии дозвониться пытались 200 человек. Я вот постоянно мониторю электронную почту, 300 писем пришло вот буквально за эти два часа, и, конечно, мы всех их вам передадим. Спасибо вам. Спасибо большое. И тулякам здоровья. Спасибо. 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 Спасибо.